Всем привет! Это Hotway T7. Защищенный бюджетный смартфон до 100 долларов. Сегодня про него и поговорим. Кстати, у фирмы Hotway с 1 по 7 число проходит распродажа и на все смартфоны большие скидки. Если вам нужен защищенный смартфон с неплохими характеристиками до 100 долларов, очень рекомендую присмотреться. Давайте разбираться. Первая фишка этого смартфона является защита IP68, IP69 и Milo STD810G. То есть защита по военным стандартам. Мы видим рамки большие. Вот так вот, например, можно увидеть. Мы видим рамки по экрану. Но это во всех защищенниках есть такой нюанс. Также у нас есть две камеры. Это, наверное, макро. И фонарик. У нас есть заглушки. То есть он реально полностью защищен от попаданий воды, от падений. Вот у нас также есть полностью заглушка на сим-карту. То есть, в принципе, стандарт защиты его соответствует. На экране мы можем видеть вот такие вот пупырышки. Это не пупырышки под экраном. Это пупырышки от защитной пленки. В комплекте идет защитное стекло и сама защитная пленка. Пленка уже наклеена. То есть, когда я отдирал транспортировочную пленку, она потянулась и за защитную. Имейте в виду, если будете заказывать. У меня он на обзоре в таком черно-красном цвете. Не скажу, что мне сильно прям нравится. Лучше бы, наверное, было черный не с красными вставками, а с черными вставками. Ну, может, кому-то вот так понравится лучше. Значит, корпус у нас сделан из какого-то материала. Я, честно говоря, не помню. Сейчас вы увидите, что за материал. Но это не пластик. И тут сзади как будто под карбон, кстати. Надеюсь, вам видно. И металлические вставки по краям. Ну, только металлические вставки, только здесь. Углы у нас из этого же материала. То есть, как будто они прорезинены. Материал хороший. Ощущается смартфон в руке удобно. На правой грани мы видим кнопку разблокировки. В этой кнопке нету датчика отпечатка пальца. И она лично, мне кажется, немножко задрана высоко. Эта кнопка. Ну, немножко прямо на выше. То есть, можем видеть датчика отпечатка пальца нет. Разблокировать телефон нужно по паролю. Вот так. С левой стороны у нас находятся качельки громкости. В прошлых телефонах, в новей, я даже сказать, телефонах у Hotway отрализованы качельки громкости по-другому. Они на этом месте. А датчик отпечатка пальца вот тут находится. Это очень удобно. Но в данном экземпляре мы видим, что сделано именно вот так. Ну, сегмент бюджетный. Так что имеем то, что имеем. По характеристикам у нас. Восьмиядерный процессор MT8788. Вот такие у нас параметры. Четыре ядра Cortex-A53 и четыре ядра Cortex-A73. A73 это высокоэффективные ядра. Производительные А53 это энергоэффективные ядра. Работают на частоте 1989. Технологический процесс 12-нанометровый. Что могу сказать по процессору? Процессор бюджетный. Вышел он в 2020 году. Этот процессор более-менее нормальный. И для пользования, я думаю, его хватит вполне за свои деньги. По отображению по экрану. У нас 6,6-дюймовый экран, как мы видим. 720 на 1600 разрешение у нас. 60 Гц обновления экрана. Я думаю, что сейчас в YouTube мы посмотрим. Будет у нас 720 показывать так точно. Это понятно. Но в 1080 я не знаю, или будет видео нам показывать. Загружаем видео в 4К и смотрим на саму картинку, на детализацию и на сочность. Итак, сразу же посмотрим у нас качество. Нет, смотрите, качество 1080, 60 кадров показывает. То есть, нормально. По разрешению, я думал, что даже возможно будет только 720. Нет, 1080 нормально. Есть полностью открытие на полный экран. То есть, можете быть уверены, что видео смотреть на этом экране вам будет комфортно. Вот реально я сейчас смотрю. Что же касается самих рамок, я вам уже сказал, можете это все видеть. Рамки у нас большие по краям, но опять же, это стандартная тема защищенных смартфонов. Потому что защищенников с маленькими рамками их нет. Что же касается оперативки, давайте посмотрим. У нас тут заявлено 4 гигабайта оперативы, которые можно расширить еще 4 гигабайтами из файла подкачки. ОЗУ у нас 4 гигабайта, но если мы сделаем вот так, то мы видим 4 плюс 4. То есть, у нас 4 гигабайта ОЗУ постоянной и 4 гигабайта из файла подкачки. Как его можно включить в файл подкачку? Очень просто. Заходим в настройки, расширение оперативной памяти. Вот уже у меня включена эта функция, галочку поставили и 4 гигабайта. Ну, мне кажется, это хорошо. То, что есть такое расширение и телефон, по крайней мере, юзать удобно. У меня, грубо говоря, он голый. Я вот PUBG поиграл, сейчас вам покажу. Он PUBG, кстати, тянет. Ну, и нормально, даже без лагов. То есть, в принципе, этот смартфон юзать как за свой бюджет очень даже будет круто и приятно, по крайней мере. Внутренней памяти у нас 128 гигабайт, что также очень хорошо и достаточно для многих дел. Можно расширить. Вот у нас всего во внутреннем хранилище 108 гигабайт. Сейчас свободно 104, ну, это нормально. Работает смарт под управлением 13-го Android. Батарея. Пройдемся по батарее. У нас здесь 6280 мАч. По его толщине можно понять, что тут не 10000 мАч, так точно. Десятки, они идут грубее. У нас здесь идет в комплекте 10-ваттная зарядка, быстрой зарядки нет. То есть, заряжать вы его будете как минимум один раз в день, так точно. И на зарядке он у вас постоит часа 2-3, опять же, так точно. Если, опять же, говорить про Android, вот наш Android 13. Это стандартный Android 13 Тирамису, который ставится на эти смартфоны от Hotway. То есть, тут все стандартно. Также есть стандартные датчики, все как должно быть в этом смартфоне, так и есть. Если вы спросите меня, а какие же здесь камеры, а камеры, я вам скажу, печальные. Потому что задняя у нас камера на 21 мегапиксель, или это, или это. А фронталка у нас, передняя камера, на 8 мегапикселей. Ну, это особо не круто, конечно, но за такой бюджет это довольно нормально. Вот я сейчас даже в данный момент попробую подснять мой кактус. И мы посмотрим на эту фотографию. В самом меню фотографии у нас есть панорама, как вы видите, night view, видео. Видео мы можем снимать в качестве HD+, 1920х1080. Я, конечно, честно говоря, не знаю, какое там будет качество. Не хочу его проверять, потому что это такой лайтовенький обзорчик. Но качество, я думаю, будет не из топовых. Потом есть обычная картинка, это на 21 мегапиксель. Beauty. Вот у нас. Можно тут также настроить, как вы видите. И Portail. Это, мне кажется, макро. Потому что оно добавляет искусственно блюр. Честно говоря, при съемке фото я не понял, что это за камера. То есть, это камера 21 мегапиксель. А вот эта камера, я сейчас напишу, сколько мегапикселей, если она вообще есть. Если нету, то ничего не напишу. То есть, это может быть просто муляж. Главная фишка этого смартфона, это его цена, его защита. И, ну, более-менее сносные характеристики так-то. Этот смартфон у вас не будет глючить. Можно в нем будет поиграть в игрухи. Вот, сейчас PUBG посмотрим. И, ну, это такой, я бы сказал бы, это дедушкафон. То есть, у меня были уже на канале обзоры бабушкафонов. Это обычные такие простые телефоны в бюджетном сегменте. А вот это такой или дедушкафон, или смартфон просто для обычного человека, которому не нужно сильно навороченные характеристики. Итак, давайте посмотрим, как он тянет PUBG. За прошлую сессию, я вам скажу, я ни разу не видел, чтобы у меня игра подвисла или заглючила. То есть, тянет он хорошо, но не на максималках, сразу говорю, и не в HD-пакете. То есть, там есть, когда вы загружаете игру, два пакета на полтора гигабайта, на 800 мегабайт. Я загружал тот, что на 800 мегабайт. То есть, как видим, глюков подлагиваний нет. Вполне играть можно. Игра более-менее отлично тянет. Прям, даже не более-менее, а отлично тянет игру PUBG. Другие игры я не пробовал. Потому что, честно говоря, особо не вижу смысла. PUBG это, так сказать, небольшой показатель, что телефон хоть что-то может. В общем, вот такой у нас интересный смартфон в бюджетном сегменте HotWay T7. 4 гигабайта оперативки, 128 встроенных, 4 можно расширить до 8, и 8 ядерный процессор. В бюджетном сегменте это очень-очень неплохой вариант. Что еще хочу сказать по поводу звука, кстати. Динамик у нас один, находится он вот здесь. И когда вы играете, вот игры, например, вот с этой, или вот с этой стороны, он получится снизу. Ну, вы будете его немножко перекрывать пальцами. Ну, имейте в виду, если вы берете этот смартфон для игр, скажем так. Хотя, брать его для игр, ну, это такая себе, конечно, такая себе затея. Потому что у него начинка, ну, бюджетная. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите обязательно, что вы думаете про этот смартфон. Лично я думаю, что он найдет своего покупателя, так как он довольно неплох. Я не скажу, что это голимый подвальный Китай, нет. Смущая только вот эти вот воздух, но опять же, я вам скажу, это воздух под пленкой, а не под экраном, что важно. Короче, я не буду сейчас его сдирать, эту вот пленку. Ну, вот видите, я пальцем провожу, и воздух убирается. Не знаю, видно вам или нет. Это воздух под защитной пленкой, имейте в виду. Так что, как-то так. Рекомендовать, в принципе, если вам нужен бюджетный защищенный смартфон до 100 долларов, смело могу. Ссылка будет под видео в описании. Перейдите, посмотрите, если что. Скоро мне будет также интересно смарт от Hotway. Новинка, пушка-гонка. Рекомендую дождаться, если вам нужен телефон подорожек. Все, пока-пока. Рекомендую дождаться, если вам нужен телефон подорожек.